Мы говорим о региональной программе накопительной ипотекой. Сегодняшний наш собеседник – начальник отдела развития жилищно-накопительных вкладов Кубанского центра государственной поддержки населения, развития финансового рынка. Лада Хричева, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в Крае работает программа накопительная ипотека. Расскажите о ней поподробнее, что это такое. Изначально программа накопительная ипотека стартовала на территории Краснодарского края в 2011 году, а в 2019 постановлением главы администрации губернатора Краснодарского края были внесены необходимые изменения в условия программы, переводя ее на рыночные отношения. Суть этих изменений в том, что теперь вклады в банках можно открыть по ставкам, действующим на сегодняшний день. В результате переговоров Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства с банками удалось добиться более комфортных условий по вкладам для участников программы. На сегодняшний день они уже составляют от 3 до 5 и 2 процентов годовых. Нужно отметить, что ранее при реализации первого этапа ставки по банковским вкладам составляли от 1,5 до 2 процентов. И это позволит, естественно, гражданам выбирать более комфортные условия кредитной организации и открывать вклад там, где им более выгодно. Суть программы вообще заключается в том, что участник программы открывает вклад и счет в банки. На свой вклад он вносит ежемесячные взносы, а на параллельно открытый счет ему зачисляется социальная выплата из-за бюджета Краснодарского края, которая составляет 30 процентов от суммы его ежемесячных взносов на вклад. Он может класть на счет любую сумму? На свой вклад он может класть любую сумму, но социальная выплата начисляется в диапазоне от 3 тысяч рублей до 10. То есть если он меньше 3 тысяч положил, конечно, он не может претендовать на вклады? Он тогда за этот месяц социальную выплату не получает. Он может вкласть, в принципе, и больше 10 тысяч, и банковские проценты по вкладу как раз и стимулируют его к тому, что можно накапливать и больше. Но социальную выплату он, в принципе, получит в диапазоне до 10 тысяч рублей. И сколько, каков срок, сколько можно собирать? Вклады можно открыть на срок до 5 лет, ежемесячно вносить на свой вклад денежные средства, на вкладе аккумулируются его личные сбережения, а на счету социальной выплаты аккумулируется бюджетная поддержка. Почему эту программу курирует Министерство ТЭК и ЖКХ? В рамках исполнения приказа 204-го от 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года Одной из основных целевых задач президентом определена как раз задача по улучшению жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно. И для исполнения поставленных задач, а также в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» Министерство ТЭК и ЖКХ и подведомственное учреждение «Кубанский центр господдержки населения и развития финансового рынка» как раз и занимаются продвижением и реализацией программы «Накопительная ипотека», по условиям которой участниками ее могут стать обширный круг лиц, жителей Краснодарского края, которые с помощью бюджетной поддержки улучшат свои жилищные условия. Вот как раз давайте поговорим о лицах. Кто может стать участником программы? Участником программы может стать гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Краснодарского края. И на момент обращения в программу имеющий не более одного жилого помещения в собственности. Размер имеет значение? Размер не имеет значения, да. Рассматривается непосредственно сам участник программы, собственность родственников, супругов, детей не учитывается. По сути, это может любой подать заявку на участие в программе? Да, по сути, любой житель Краснодарского края, нуждающийся в улучшении жилищных условий. А если у человека нет жилплощади своей, он его заявку... Он также может стать участником программы, то есть либо ноль жилых помещений в собственности, либо не более одного жилого помещения. Ну, его участие будет рассматриваться в приоритетном порядке, раз у него вообще ничего нет? Или на равнисовом? Нет, на общих основаниях принимаются документы на участие в программу. Как человек становится участником программы? Какие ему нужно выполнить шаги и действия? Как я уже сказала ранее, житель Краснодарского края, не имеющий в собственности помещение или имеющий не более одного жилого помещения, должен обратиться в банк. На сегодняшний день банки-партнеры, участники реализации нашей программы, это Россельхозбанк и банк Центринвест. Только два пока? Пока только два банка, да, но многие кредитные организации проявили интерес к этой программе, и сейчас Министерство ТЭК и ЖКХ плотно работает с такими банками, как Уралсип, РНКБ, это крайинвест бывший, ВТБ, Дом РФ, ведутся переговоры об их участии в реализации проекта. Сбербанк не захотел? Сбербанк является участником данного проекта, начиная еще с 2011 года, и на сегодняшний день он выполняет все обязательства перед участниками, которые вошли в программу еще в то время. Но сейчас можно в Сбербанк обратиться? Пока новых вкладов из счетов Сбербанк не открывает, но мы надеемся, что он также проявит интерес и будет полноправным участником реализации программы. И так человек обращается в банк? И так человек обращается в банк, открывает вклад сроком до 5 лет и счет параллельно к нему. А вклад как-то называется или это просто называется в рамках программы? В принципе, это жилищно-накопительные вклады, они открываются в рамках программы «Накопительная ипотека». И так как у Министерства, так и ЖКХ тесное взаимодействие с банками-партнерами, то обратившись в банк, клиент в любом случае откроет именно вклад и счет в рамках программы. Ему сотрудники банка обязательно подскажут условия по данному вкладу. Ну, получается, он уже оформляет все в банке. Как он узнает, что он становится участником программы? Вклад и счет он открывает в банке, да, и мы не договорились с вами. Второй шаг гражданина – это обращение в учреждение в срок не позднее 60 дней после открытия вклада для подачи заявления на участие в программе. К заявлению гражданин представляет копию оригинал паспорта и сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости на территории Краснодарского края. И это все, да, весь пакет документов? Да, весь пакет документов. Мы пытались его сделать минимальным для того, чтобы гражданам было удобнее участвовать в данной программе. А вот такой момент. Он уже вклад открыл, он пришел к вам, но по каким-то причинам не стал участником программы. Может вообще быть такое, что ему могут отказаться? Ему могут отказать по объективным причинам, если у него, например, все-таки в собственности находится более одного жилого помещения. А, только в этом случае? Только в этом случае, ну и... Слушайте, так у вас там, наверное, желающих... На самом деле у нас уже сейчас открыто более 50 вкладов в банки, хотя прием мы объявили 25 февраля, буквально за это время. И люди открывают вклады где-то на 5 лет, получается, да? Они могут открыть вклад в Россельхозбанки 4 года 11 месяцев и в Центр инвестий на 4 года 6 месяцев. Это максимальный срок получается? Это максимальный срок вклада. Но как раз вот изменения, которые были внесены в программу в 2019 году, допускают, что при открытии вклада на максимальный срок гражданин может использовать социальную выплату на улучшение жилищных условий досрочно. Можно сейчас подсчитать примерно, сколько за 5 лет у человека может накопиться, если, ну, к примеру, если он кладет там 1010, да? Ну, таким образом, если он ежемесячно пополняет свой вклад в размере 10 тысяч рублей, у него за время участия в программе при открытии на максимальный срок порядка 600 тысяч образуется на вкладе, и порядка 180 тысяч на счету социальной выплаты, как раз размер социальной выплаты. И аккумулируются эти средства по окончании срока вклада. Он уже, представляя, какую сумму у него составляют его собственные накопления, рассматривает тот объект жилого помещения, который он собирается приобрести. После окончания срока вклада у гражданина есть 6 месяцев, для того чтобы он, подобрав объект, воспользовавшись при необходимости ипотечным кредитом, оформил сделку по покупке жилого помещения. Но эти деньги, получается, он может использовать как первоначальный взнос? Как первоначальный взнос, да. В сделке может участвовать также материнский капитал. Тут никаких ограничений нет по условиям программы. Все условия обычного ипотечного кредитования по нормативам кредитных организаций. Хорошо. А в чем тогда преимущество ипотеки в рамках программы от традиционной ипотеки? Если рассматривать пример, например, покупки квартиры стоимостью 2 миллиона, то при участии в программе накопительная ипотека ежемесячный платеж гражданина снижается в полтора-два раза. И составляет, если в цифрах, то порядка 12-13 тысяч в месяц. Это на сколько лет? Это если общий срок кредитования, общий срок нахождения в программе 15 лет. То есть там 4 с чем-то во вкладе и 10 в кредите. А, то есть получается, он априори уже берет ипотеку строго на 10 лет, да? Вот вы сейчас расспросили про модели, да. Мы же сравнивать их должны. Поэтому если рассматривать традиционную ипотеку, срок которой 15 лет, то как раз это будут сравнимые вещи. 5 лет во вкладе и 10 в ипотеке, и здесь 15 лет в ипотеке. И все равно выплата меньше получается, да? Да, получается, что я пока сказала про ежемесячный платеж, что если по нашей программе он будет составлять 12-13 тысяч, то по программе традиционной ипотеки он порядка 19-20 тысяч будет составлять ежемесячно. И отсюда, конечно, можно сказать, что общие расходы на приобретение квартиры для участника нашей программы, они составят 2 миллиона 300 тысяч. То по традиционной ипотеке расходы на приобретение квартиры уже составят 3 миллиона 400 тысяч. Это существенно разница. Существенно, да, согласна. Ну, говоря о преимуществах, все-таки человеку придется ждать 5 лет. Многие ли на это идут? Вообще активно ли идут люди? Вы знаете, реализация как раз первого этапа показала тот факт, что у граждан края есть заинтересованность в данной программе. Открывая вклад на 5 лет, причем сроки вкладов первого этапа до 6 лет доходили. Более 2100 человек, являясь участниками нашей программы, уже улучшили жилищные условия, воспользовались средствами социальной выплаты и приобрели жилье. Были ли такие вопросы? Должен ли я что-то буду государству, раз мне помогает? Да, были вопросы. Это бюджетная поддержка безвозмездная. Каких-либо долгов перед государством потом у участника программы не остается. Главное, чтобы эта социальная выплата, она адресная, действительно пошла на улучшение жилищных условий участника программы. Ну, человек, получается, по окончанию срока вклада, он приходит, забирает свои деньги. Как потом дальше контролирует его ваш центр? А вдруг он эти деньги потратит на другие цели? Ну, у нас же много случаев было с материнским капиталом, когда пытались там обналечить. Я поняла суть вопроса. На самом деле здесь все прозрачно, и у кредитных организаций есть хорошие инструменты контроля использования средств социальной выплаты именно по адресному назначению. Заканчивая участие первого этапа, этапа накопления, гражданин обращается в банк за ипотечным кредитом и в течение полугода оформляет необходимые документы и по кредиту, по договору купли-продажи, регистрирует все документы по сделке в органах Росреестра, и уже зарегистрированные документы, представив кредитную организацию, сама кредитная организация перечисляет социальную выплату на счет продавца. Поэтому здесь наличными денежными средствами гражданин не располагает как таковыми. Социальная выплата без наличным порядком переводится по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи на счет продавца. А давайте еще раз поговорим о банковских условиях. Там ставка получается по кредиту, по ипотеке будет пониженной? Ставка по кредиту будет на рыночных условиях на тот момент, когда гражданин будет кредитоваться. По договоренности с банками возможны какие-то преференции. Возможно, что для участников программы будут несколько... Да, может быть какие-то послабления. Пока сейчас в соглашении, подписанной с банками, данные условия жестко не регламентированы. А там все рассматривается в индивидуальном порядке, получается, да? Может быть какие-то общие результаты вы можете озвучить? Программа работает, вы говорите, уже с 2011 года. Как-то резюмировать, как она вообще выстрелила здесь и какие есть итоги? Ну, на самом деле, действительно, Краснодарский край был пионером в реализации программы «Накопительная ипотека». В 2011 году она стартовала и уже где-то в 2014 к реализации «Накопительная ипотеки» присоединилась Башкирия. Итоги реализации первого этапа «Накопительной ипотеки» открыто в банках более 4000 счетов было. Как я уже сказала, 2150 человек, порядка 2150 человек уже улучшили жилищные условия. И обязательства, взятые на себя администрацией края, полностью выполняются. Социальная выплата перечисляется без задержек на ежеквартальной основе. И более 420 миллионов перечислено на счета участников программы. Это бюджетная поддержка из... Краевого бюджета. Ежегодно выделяется какая-то фиксированная сумма на эту программу или она варьируется все-таки? Ежегодно выделяется фиксированная сумма. Так, на 2020 год порядка 33 миллионов предусмотрено для данного мероприятия. Но в зависимости от роста количества участников и соответствующей потребности, есть свои рычаги и будут рассматриваться возможности увеличения финансирования. А участников становится больше? Сейчас 50. Естественно, мы надеемся, что будет больше, так как граждане услышат, заинтересуются возможности улучшить жилищные условия с помощью поддержки из бюджета. Какое жилье могут приобрести участники этой программы? Есть ли какие-то ограничения для них? Участник программы может использовать социальную выплату на готовое жилье в многоквартирных домах и в том числе на покупку индивидуального жилого дома. Может использовать социальную выплату на приобретение жилого помещения на любом этапе строительства и также на строительство индивидуального жилого дома. То есть, в принципе, ограничений никаких нет? Как он обычно берет ипотеку на дом или на квартиру в строящемся доме? Или там еще на уровне котлована? Или уже на вторичке? Да. Главное, конечно, обращать внимание на то, чтобы если приобретение жилого помещения идет в строящемся доме, то застройщик должен быть надежный и соответствовать закону. А, ну там же как раз речь идет о сроке ипотеке. Да, поэтому у него все должно быть четко. Все-таки банки рассматривают при выдаче ипотеки, рассматривают застройщика достаточно принципиально. Поэтому при оформлении сделки в кредитной организации еще и банк как гарант будет выступать того, что застройщик действительно надежный. Ну да, банк подстрахует в случае чего. Хорошо. Как вам обратиться? Куда можно будет прийти? Где посмотреть информацию? Телефон горячей линии 251-79-90, 255-4105, 251-78-17. Обратиться можно по телефонам горячей линии учреждения и непосредственно, если кому-то удобно прийти по адресу в Краснодаре, улица Аэродромная, 33. Мы непосредственно расскажем условия реализации данной программы, условия вступления в нее и разъясним по шагам необходимые действия гражданину на предмет участия в данной программе. Хорошо, спасибо большое за беседу. Всего доброго. Всего доброго.